МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях 7 дней мы расскажем на Брянской губернии в студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. Брянская область вместе со всей страной следила за прямой линией президента. Владимир Путин отвечал на вопросы россиян больше 4 часов. В полудню их поступило почти полтора миллиона. Для старта прямой связи традиционно было выбрано удобное время – полдень. У многих обеденный перерыв, а значит, есть возможность в прямом эфире понаблюдать за общением главы государства с гражданами нашей страны. В Брянске в крупных торговых центрах и магазинах на экранах прямая линия. Уровень жизни и доходов населения – ЖКХ. Проблемы утилизации бытовых отходов и здравоохранения. Эти вопросы чаще всего волновали наших сограждан. На видеосвязи регионы подключаются к обсуждению и министры. В центре внимания небольшие города, работа местных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В Брянской области реализуется региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи – нацпроекта здравоохранения. Главная цель – завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи. Для этого в 2019 году запланировано строительство трех новых фельдшерско-акушерских пунктов и закупка шести мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов, где проживает менее ста человек. Отдельно коснулись ситуации с кадрами для медицины. Вот как Владимир Путин прокомментировал это. Жильем должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть свои деньги в своих бюджетах на эти цели. Иначе, конечно, люди будут уезжать. В Брянской области уже выполняются наказы президента. Наш регион первым в стране принял региональную программу по приобретению жилья для врачей полностью за счет средств областного бюджета. На эти цели выделен миллиард рублей на три года. И это только начало. Такого в нашем регионе не было за всю его историю. Да и в масштабах страны это единственный пример. Первая партия. В преддверии дня медработника губернатор Александр Богомаз вручил ключи от 122 квартир молодым специалистам и врачам, которые переехали трудиться в Брянскую область. Исполняются на Брянщине майские указы президента 2012 года. Федеральная программа «Земский доктор». С начала ее реализации в Брянской области выплату в 1 миллион рублей уже получили 308 врачей, которые работают на селе. В прошлом году в программу вошли и фельдшеры, переехавшие работать в сельскую местность. За это время 14 медикам выплатили по 500 тысяч рублей. Активно следили за общением президента с населением и общественной организацией. Именно с обсуждения уровня доходов и зарплат началась прямая линия. Владимир Владимирович в самом начале пояснил многие моменты, которые касаются того, как мы будем все вместе достигать тех целей, которые обозначены в майском указе, в национальных проектах. Это прежде всего снижение уровня бедности в два раза. Мне кажется, что у нас в Брянской области, и Владимир Владимирович сказал, что да, уже прожиточный минимальный размер оплаты труда равен прожиточному минимуму. Но у нас в регионе, мы идем дальше, на 2019 год, как уже несколько лет, у нас в регионе заключается соглашение о минимальной заработной плате. И мы повышаем эту планку. То есть, например, для внебюджетного сектора экономики сейчас минимальная заработная плата в регионе составляет не 11,280, как минимальный размер оплаты труда, а 12 тысяч. Для многих брянцев просмотр прямой линии уже традиция. Не нарушает ее и мать героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна. Часто бывают, встречаются с матерями 6-й роты Псковской десантной дивизии. Это почти все регионы, в которых погибли ребята. Наша область, конечно, лидирующая. Матерям и вдовам, у которых погибли сыновья и мужья в горячих точках, выделено ежемесячное пособие в 25 раз больше, чем оно выделялось до нашего губернатора. Выделяется также большое внимание и инвалидам, которые потеряли здоровье в горячих точках. Представители студенчества также активно наблюдали за трансляцией с президентом. Их волнуют вопросы науки, общества и образования. Ведь именно в руках неравнодушных молодых людей развитие нашей страны. Сегодня в этом зале присутствуют те активные студенты, которым небезразлична судьба нашей страны, которые принимают активное участие в политической, общественной жизни государства. Прямая линия с Владимиром Владимировичем Путином, президентом нашей страны. Это мощный социологический опрос, который позволяет донести непосредственно президенту позицию граждан государства, а также дать оценку работе руководства нашей большой и необъятной страны. Так как я студентка, мне очень было интересно получить ответы на вопросы, касающиеся студентов, жизни в университете и, конечно же, работы в университете. Я хочу связать свою жизнь с университетом и дальше в нем работать. Молодые, творческие и энергичные они – представители Центра по развитию добровольчества Брянской области. Мария Васюткина – студентка одного из брянских вузов. Сейчас она, как и ее коллеги, помогает людям, участвует в организации крупных мероприятий города. Но также обратившиеся сегодня к президенту граждане, имеет свой немаловажный вопрос. Какая политика будет применена к малообеспеченным семьям? И, может быть, какие-то квоты и новые пособия будут созданы для малообеспеченных семей, которые имеют, допустим, одного или не имеют родителей вовсе. Она у нас очень большая страна, и мне, как гражданке России, очень интересно. Во-первых, ее будущее, будущее молодежи России. В одном из последних вопросов Владимиру Путину о его вежливости президент сказал, что является представителем России. А это страна с высоким уровнем культуры. Брянские культурные деятели, театралы и работники библиотек не остались в стороне от вопросов президенту и даже заготовили свои. Я хотел бы спросить Путина, а может быть, пора ввести во всех школах дополнительное творческое образование, артистическое образование и такой предмет, как театр. Но мы не стали этот вопрос на прямую линию обращать, потому что я вижу, что сейчас очень много более сложных, важных вопросов. Но если бы мне доверили спросить президента, я бы спросил, можно ли в школах сделать дополнительный предмет, театр. Владимир Владимирович отвечает аргументированно, полно. Он умеет признать свои недочеты, ошибки. А еще подкупает то, что он с юмором по-прежнему остается, несмотря на то, что он так давно и так на такие сложные темы разговаривает с населением. Задавать вопросы главе государства в онлайн-режиме уже стало традицией. Прямая линия прошла в 17-й раз и собрала более 6 миллионов человек у телевизионных экранов. Владимир Путин успел ответить на 80 вопросов. Звучал на прямой линии вопрос про нацпроекты. По словам президента, деньги вкладываются во все нужные сферы. В конечном итоге будет обеспечен прорыв, уверен глава государства. Первые результаты уже может показать Брянская область в этом году. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено больше 1 миллиарда 280 миллионов рублей. Дорожники работают в районах и в областной столице. В регионе уже отремонтированы 220 километров дорожного полотна. Как продвигается ремонт основных транспортных артерий Брянска, лично проинспектировал губернатор Александр Богомаз. Восемь вечера. Час пик пройден. Машин на улицах все меньше. К делу приступают дорожники. Горожане уже оценили такой подход к работе. Очень комфортно для населения, потому что делают в основном все работы поздно вечером и ночью. То есть не мешают. Ну и мне кажется, довольно качественно все делают. Все шумит, все гремит, все работает. Да, заметно все. Конечно же хорошо для города. Дороги хорошие будут. Каждый вечер где-то вот часов с восьми начинают делать и в ту сторону двигаются. Дорожники завершили работы на главной транспортной артерии Брянска, проспекте Ленина и плавно перешли на улицу Дуки. На одной полосе снят старый асфальт, на другой уже уложен выравнивающий слой. Как и прежде, работает техника в вечернее и ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам и пешеходам. Рабочие укладывают 5000 квадратных метров нового асфальта за смену с восьми вечера до восьми утра. 2,5 сантиметра толщина выравнивающего слоя. Потом сверху еще 4 щебеночно-мастичного финального покрытия. На Дуки подрядчик Брянск Автодор. Этот объект стал первым в инспекционном объезде губернатора. 12,5 километров дорог в Брянске уже сделано. По области 210. Мы значительно опережаем соседей по ЦФО. Однако показатели и цифры не сама цель. Александр Богомаз акцентирует на качестве. Сдают объемы работ, технодзор принимает, лаборатория подтверждает качество выполненных работ и будем оплачивать сразу же. Не, ну это надо делать, чтобы по кончанию месяца параллельно, чтобы технодзор вот сейчас смотрел. Вот он сейчас должен быть здесь, на дороге. Вот здесь должен смотреть и принимать. Чтобы не было, как в прошлом году, я заставлял по улице Горького срезать часть дороги. Там же технодзор был? Был. А где он был, этот технодзор городской? То есть здесь технодзор сегодня работает с вами ночью или не работает? Работает. Работает? Работает. Ну, хорошо. То есть он здесь каждый день? Каждый день. То есть он смотрит качество работ, смотрит, допустим, тот асфальт, какую температуру он сюда доставляет, поступает? Работает на объект. Температурный режим проверяет, здесь проверяет температуру ассальтобетонного покрытия. И, значит, лаборатория по окончании укладки ассальтобетонного покрытия, значит, после трех дней проверяет. Вы знаете, что? Вот я сегодня говорил уже с замом, когда собирал, что надо всегда понимать, что ты делаешь. То есть если не будет технодзор контролировать каждую машину, условно говоря, а только через месяц, то потом уже не исправить. Потому что асфальт там, почему? Сделана дорога, да? И где-то кусок ее выпадает. Почему? Привезли машину холодного асфальта и укатали. Вот поэтому город тоже. Вы же технодзор давайте сами заставляйте, чтобы он был постоянно. Важно. Дороги на гарантии пять лет. И только при жестком контроле магистрали прослужат гораздо дольше. На смене семь камазов, 20-тонников подвозят асфальт. Впереди идут пять дорожных фрез. К работам подходит комплексно. Меняют люки, светофоры. Стоимость работ по ДУКИ 40 миллионов рублей. Ведем подготовку, чтобы плавно заканчиваем ДУКИ, переходить на авиационную Сахарова улицу у нас. А то там уже расширение, получается, еще одна полоса будет. Да, там расширение, там две полосы будем добавлять. То есть там мы подготовительные работы ведем активно. И я думаю, на этой неделе мы приступим к формированию земляного полоса. Ну, это же там, получается, мы дойдем до горки, да? До горки. Идет Брянск-Автодор хорошо. А значит, к пятому июля 75-летию Брянщины, главные транспортные артерии областной столицы, будут одеты в новый асфальт. Второй объект – Спартаковская. Здесь работает генподрядчик Дорстрой-32. Участок чуть больше двух километров. Уширение дороги, устройство тротуаров. К качеству последних и возникли вопросы у Александра Богомаза. Как такое можно принять? Свежеуложенный асфальт идет волной. Что вы привезете сюда, мне привезли? Или вы что думаете, что я этого не замечу? Так я, в отличие от вас, 7 лет строил. Тогда зачем мы здесь технодзоры делаем? Отключите. Промините. А все почему? Контроля нет. Пойдет все, если есть технодзор. Если вот такое будет, все вместе. И я говорю, заканчивайте. Вы здесь, у вас постоянно должен быть технодзор. Постоянно. Не потом по факту. Тогда подписать нужно. Работают здесь технодзор. Все смотрим. Потом уже еще невозможно посмотреть. Понятно, что такой тротуар и не прослужит долго. Менять некачественное покрытие подрядчик будет за свой счет. Внешне видно, что оно не соответствует нормам. Подрядчики его переделывают. И дано жесткое указание губернаторам, технодзорам контролировать каждый этап. И если работы выполнены некачественно, следовательно, их не принимать. На часах почти 23.00. Оживление и техника на улице Калинина. Спектр Брянск-строй. Ремонтируют участок от Пионерской до Комарова. Больше трех с половиной километров. Будем стараться к четвертому июлю. К четвертому июлю. Это вы имеете в сумму, или только... Будем стараться по максимуму. Уравнившись, сделаем на всей площади. И основной... Здесь чистовой. Да, чистовой. От Покина, не от Покина, от Пионерской до Комарова, точно положено. Но будем стараться делать прочее. В названии нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и заявлены все основные требования. Освещение – это тоже важная часть реконструкции. На этой магистрали, помимо полного комплекса дорожных работ, заменят фонари на светодиодные. Разница налицо. Едем на следующий объект – в Володарку, на улицу Рылеева, через Красный маяк. Здесь уже избавились от тусклых лампадок с желтым свечением. В зонах пешеходных переходов усиленная подсветка по обе стороны. Впервые появились на этой улице и тротуары. На Рылеева – этот же подрядчик. Меняют асфальт на участке чуть меньше километра. Технадзор на месте, в контакте с дорожниками. Здесь также новые уличные фонари. Всего в Брянске реконструируют 24 магистрали. Не отстает и область. Работы по всем районам ведутся. Работы контроль осуществляется техническим надзором. Жесткий контроль за выполнением производства работ. И лабораторный контроль ведется. После окончания производства работ делаем вырубки, проверяем лабораторно, испытываем асфальтобетонную смесь. Дорожники взяли хороший темп. Задача в этом году в регионе построить 600 километров дорог. Это даже больше рекордного для Брянщины показателя 2018 года. Тогда обновили 510 километров. За последние пять лет, благодаря грамотной финансовой политике региональных властей и жесткому контролю губернатора, отремонтированы и построены 1886 километров дорог. К 75-летию Брянской области этот список пополнится новыми, качественными и безопасными магистралями. Поселок Локоть стал центром больших торжеств. Праздник под сенью Брасовских аллей, посвященный Дому Романовых, собрал сотни гостей. В этом году он приобрел особый размах. Брасовский район отмечает 90-летие со дня образования. Почетными гостями стали губернатор Александр Богомас и председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова. Ранним утром экскурсия в Богородицкую Площанскую пустынь. Для Анны Громовой, кандидата исторических наук, посещение этой православной жемчужины Брянского края представляет огромный интерес. Еще в начале 15 века святые отцы основали здесь Свято-Николаевскую обитель. Сегодня по историческим эскизам восстанавливают один из храмов. В мужской монастырь стремятся многочисленные паломники. Здесь хранится чудотворный список казанской иконы Божьей Матери. Еще одна традиция – крестный ход. Возглавляет шествие икона Богородицы Умиления. Паломникам предстоит преодолеть 12 километров. По дороге к ним присоединяются верующие. Чуть больше двух часов и встреча крестоходцев у стен храма новомучеников и исповедников российских в поселке Локоть. Славственные страстотерпцы, благоверные князи и княгинии. Молебен провел митрополит Брянский и Севский Александр. У иконы святые царственные страстотерпцы с ликами семьи Романовых возносят молитвы. Младший брат царя Николая II Михаил Александрович был причислен к лику святых русской православной церковью за рубежом. И он первый из царской семьи принял мученическую кончину. Великого князя заключили под арест, а потом отправили в ссылку. В такие же теплые июньские дни 1918 года в Перми Михаил Романов был расстрелян. Я очень рада, что смогла посетить в этот знаменательный день Брасова, Локоть, вообще эти очень важные для нас места. Мы стремились всем сердцем делегации от нашего Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества прямо из Перми, где мы уже не первый год являемся участниками торжеств, посвященных памяти великого князя Михаила Александровича. Дорога от храма ведет к месту, на котором некогда стоял дворец великого князя. Памятный камень напоминает о печальных вехах истории. В революционные годы усадебный дом был разграблен, а в Великую Отечественную сожжен дотла. Брасовский праздник, посвященный Дому Романовых, помогает сохранять историю. В его канву умело вплетены народные мотивы. Канун Светлой Троицы, обрядовые песни и традиционные хороводы. А на главной сцене воссоздает атмосферу царской эпохи губернаторский симфонический оркестр под руководством Эдуарда Амбарцумяна. Любил здесь бывать брат великого императора. Не зря говорят, что Брасовские аллеи помнят счастливое дыхание Михаила Романова и его последний, роковой роман с Натальей Брасовой. В этом году праздник приобрел совершенно особую окраску – большой юбилей. 90-летие со дня образования отмечает Брасовский район. Брасовская земля славится трудолюбивыми, талантливыми людьми, благодаря которым сохраняется и развивается самое лучшее, что есть в районе. Рисаков знаменитого Вакатского завода знают не только на территории России. Брасовские сыры, продукция завода сегодня известна на территории всей нашей страны. Со всей страны приезжают в нашу святыню Пощянскую пусту. Жители Брасовской земли бережно хранят традиции и в то же время активно строят настоящее и с оптимизмом смотрят в будущее. Из достижений каждого отдельного человека, каждого района складывается успех области. А из успеха области складывается успех нашей великой неприбедимой страны России. Я сегодня хочу сказать огромную благодарность и вам, Анна Витальевна, что вы нашли время, сегодня вы здесь с нами. Я думаю, ваше присутствие даст еще импульс для дальнейшего развития, для того, чтобы праздник стал более значимым и весомым на территории нашей страны. Тем, кто своим трудом каждый день прославляет Брасовскую землю и родную Брянщину заслуженные награды. Самое ценное, когда мы помним своих предков, помним историю, помним тех, кто крепил и обустраивал Россию. Одно из направлений работы фонда Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество – национальный туристический проект «Императорский маршрут». Реализуется он под эгидой Министерства культуры. От Петербурга до Тобольска историки идут по следам императорской семьи. В подробностях воссоздавая детали жизни последней российской царской династии. Я думаю, что я найду среди сегодня собравшихся единомышленников для того, чтобы возродить усадьбу Брасова и сделать ее таким большим музейным просветительским центром, куда придет молодежь. Мы надеемся, что этот музей будет мультимедийным, интересным. По крайней мере, мы хотим вести переговоры с руководством области, с губернатором. И, как мне показалось, мы встретим понимание. 300 лет правления династии Романовых – огромный исторический и культурный пласт нашей страны. Этот праздник нам еще раз вспоминает о том, что для нашей страны очень важно, когда у руководства находятся сильные, крепкие руководители. У нас сегодня другая страна. У нас сегодня другое восприятие того, где мы находимся в мире. Наши дети, наши внуки, мы власть понимаем, что мы действительно продолжатели великой страны. И то, что сегодня делается, это, конечно же, благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину, который настоящий патриот, настоящий гражданин, который любит и делает все, чтобы наша страна была великой, а наши граждане, наши жители были счастливы и богаты. Под сенью Брасовских аллей – праздник со своими традициями и особой атмосферой. Бесконечное множество граней. Не случайно он вошел в топ-200 лучших культурных событий России. А на десятках красочных подворий товар лицом показывают народные мастера и умельцы. Здесь можно найти все – от посуды, украшений ручной работы до картин. Не только брасовские умельцы, но и соседи. Поздравить земляков с юбилеем съехались гости из соседних районов. Из Навли мы приехали, рядом соседи, да, очень понравилось мне. Только много аттракционов для детей, да, поделок вообще. Вот ручной работы я прям с удовольствием посмотрела все. Концерт бесподобный. Приятно, когда смотришь, и твой край развивается, особенно там, где родился. Возрождаются традиции, потому что в наше детство о Романовых мы знали, что здесь есть парк, фонтан, но где их вообще этого не было. В местный Дом культуры гости прибыли с подарками. Анна Громова для фонда в библиотеке передала книги об истории рода Романовых. Здесь же на первом этаже развернулась фотовыставка. От Апраксина до советских времен. Все великие люди и их судьбы связаны из Брасова на снимках. Приветствовали и участников четвертых краеведческих чтений. Брасовский район, история и современность. Можно давать разные оценки событиям истории, нашим предкам и правителям. Но неоспоримо одно. Мы наследники, которые обладаем на сегодня седьмой часть суши. Когда в Советском Союзе был шестой часть суши, это был Советский Союз. Это все полезные ископаемые, это огромные водные ресурсы, огромные лесные ресурсы. То есть это те богатства, которые не обладает ни один народ мира. Но и самое главное, нет ни одного народа мира, который был такой исторической и культурной наследием. Мы можем гордиться композиторами, художниками, писателями и военно-начальниками, которых в мире нет. Самое лучшее, чем мы. Так что мы великий народ, у нас великая сторона. Вам всем спасибо за вашу работу. В масштабной культурной программе нашли место и в социальной сфере. Губернатор, руководство района показали гостям новый дом. Квартиры, в котором получили врачи. Молодые специалисты и медики из других регионов, прибывшие работать в Брянскую область. Анна Громова отметила, что такая практика достойна закрепиться по всей стране. Подход к работе наших властей приятно удивил. А Брянский регион оставил добрые впечатления и желание вернуться. Накануне праздника под сенью Брасовских халей председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова побывала в Брянском кафедральном соборе. У входа в главный храм Брянской епархии гостей встречал митрополит Брянский Севский Александр. Он рассказал историю создания собора. Гости увидели, как проходят работы по настенной росписи храма. После небольшой экскурсии Анна Громова поклонилась мощам святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Затем вместе с главой региона и председателем областной думы посетила вечернее богослужение. На память о Брянском кафедральном соборе владыка Александр преподнес Анне Громовой подарочный экземпляр Библии. Я всегда мечтала побывать в Брянске. Должна сказать, что на меня неизгладимое совершенно впечатление вообще произвел город. Он какой-то такой особый, благодатный, очень радостный. В нем много воздуха, просторные улицы. И этот собор, он, конечно, просто необыкновенный. И то, что всем горожанам предстоит праздник, вот сейчас уже у нас Троица, да, уже завтра вечерняя построится. Я думаю, что всем будет очень радостно прийти в этот храм. Брянская область готовится к юбилею. 75 лет со дня образования исполнится 5 июля. В этот день жителей и гостей региона ожидает большая праздничная программа. Детали ее подготовки обсудили на оперативном совещании в областном правительстве. Директор департамента культуры Елена Кривцова подробно рассказала о праздничной программе. Подготовка ее началась задолго до юбилейного дня. Каждые выходные на Славянской площади проходит фестиваль «Дни городов и районов». Его победители примут участие в галаконцерте 5 июля. В конце июня праздничные мероприятия запланированы и в Государственной Думе. Начнутся 24 июня выставкой Брянской области в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, которая называется «Брянская область. Вчера, сегодня, завтра». И 26 июня состоится торжественная церемония открытия выставки в Государственной Думе. 5 июля город ждет важное событие. Завершится масштабное строительство Первомайского моста. В юбилей состоится торжественное открытие второй очереди. А вот основная праздничная программа развернется вечером на Славянской площади и Кургане Бессмертия. Гостей и жителей города ждет театрализованное юбилейное представление «Брянская земля – частица дорогой моей России». Это театрализованное представление в форме нарядного, яркого, праздничного шествия будет проходить на лестнице и по лестнице от бульвара Гагарина до Славянской площади, до ее основания. В этом торжественном праздничном шествии и представлении примут участие делегации районов и городов Брянской области, заслуженные работники разных отраслей, лучшие люди Брянщины. Все участники шествия споют вместе известные песни со сводным тысячным хором взрослых и детских коллективов. Солистом станет заслуженный артист России Денис Майданов. С шести вечера на площади Воинской славы развернутся выставки городов и районов Брянской области. До восьми вечера на главной сцене – концерт лучших творческих коллективов и исполнителей области. Позже выступит Брянский губернаторский симфонический оркестр с солистом Александром Добронравовым и главный гость праздника. С 22 часов до 23 предполагается концерт заслуженного артиста России и многократного обладателя премии «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» Дениса Майданова. Праздник завершится лазерным пиротехническим видеопредставлением и большим праздничным фейерверком. Планерка продолжилась обсуждением программы по обеспечению врачей жильем. Напомним, ко дню медицинского работника глава региона Александр Богомаз вручил ключи от квартир брянским докторам. Наша область первая в стране приняла региональную программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений полностью за счет средств областного бюджета. Выделен миллиард рублей на три года, и это только начало. Такого в нашем регионе не было за всю историю, и мы в этом первые во всей России. На оперативном совещании губернатор потребовал дальнейшей усиленной работы по привлечению медицинских кадров. Итоговое заседание молодежного парламента 5-го созыва прошло в Брянской областной думе. Успехи молодых коллег отметил председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Спортивно-культурные праздники, новые проекты и конкурсы, помощь ветеранам, экологические акции. Молодые парламентарии участвуют во всех сферах жизни региона. В 2017 году это год экологии. Были проведены акции в Жуковском районе, в Унеческом районе, в Суземском районе, Навлинском, Карачевском, в городе Клинцы. Вы видите на фотографиях, что массаживались деревья. Также были проведены уроки по экологической грамотности. В итоговом заседании молодежного парламента 5-го созыва принял участие председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Он оценил успехи молодых коллег. Парламент стал своеобразной школой, способной готовить молодых людей к политической и общественной жизни. Ставьте перед собой задачу. Вот если вы четко поставите задачу, у вас все получится. Стремитесь в этой жизни к хорошим делам. И у вас все получится. Потому что подсознание человека, оно решает все. Все решает. Поэтому вот поставили себе цель быть врачом, или педагогом, или прокурором, или судьей, или еще кем-то. Все получится. Но для этого нужно стремление. Изучайте мир. Вот. Но успешными вы должны быть в своей стране. Дальше работу с молодежью продолжил председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин. Члены парламента выступили с докладами об итогах работы. Речь шла о молодежных проектах, участие в межрегиональных форумах. Обсуждалась роль молодых парламентариев в развитии российской белорусской политики. Председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин поблагодарил ребят за работу в районах. Пожелал новому составу молодежного парламента, опираясь на опыт коллег, продолжить активную работу. Уже в этом году в Супонево откроется новая поликлиника, точнее отделение Брянской межрайонной больницы на 150 посещений в смену. Средства на строительство медучреждения распорядился выделить губернатор области Александр Богомаз. Чтобы попасть на прием к врачу и молодым, и пожилым, нужно проделать немалый путь. Супоневская амбулатория находится на третьем этаже. Лифта в здании нет. Как такового холла тоже. Регистратура сразу на входе. Толкаться приходится и в коридорах. Мамы с детьми, старики, здоровые и больные. Все под одной крышей. Узкая, не знаю, как назвать. Коридор этот. И духотища страшная. Когда долго сидишь, очень тяжело. Особенно нам, таким пенсионерам. Сейчас тоже большие сидим, а маленькие. Даже негде было раздеться. Если бы здесь прошли, посмотрели. Все на полу даже, да. Либо с кем-то обязательно. На третий этаж с костылем не очень хорошо. Не очень удобно. В День здорового ребенка также идут с больными детьми. Поэтому это неудобно, совершенно неудобно. Ждем с нетерпением открытия новой, большой, удобной больницы. Нам, конечно, очень тесно. Потому что из стен этого здания мы, конечно, давно выросли. Расширяется территория нашего участка, который мы обслуживаем. Поэтому нашим пациентам, конечно, здесь приходится нелегко, скажем так. Достоинства новой поликлиники видны уже на входе. Здесь просторно и светло. Вместо привычных перегородок в холле появится открытая регистратура. Рядом комфортная зона ожидания. В поликлинику придут и бережливые технологии. Это вот информационная стена. Электронная будет расписание на неделю и внизу дублирующая на этот день. Информаты, информационные, табло, электронные сервисы, записи к врачу, удобная навигация. Отделение Брянской межрайонной больницы будет отвечать всем современным стандартам. И главное, обещает главврач, попасть на прием к врачу можно будет в течение получаса. Я понимаю так, что вы уже делаете на перспективу. Да, да, да. Как на национальных проектах, мы должны делать бережливые перехлиники с открытой зоной, со современной. Это оказание первичной медико-санитарной помощи, которая сегодня улучшит и навигацию, и информатизацию. То есть уменьшит время нахождения пациента в учреждении. Николай Ромащенко объясняет и принципы работы нового отделения. Разграничение взрослого и детского населения. Разделение потоков больных и здоровых пациентов. Участковая служба, прием узких специалистов, своя операционная. Возможность оказывать высокотехнологичную помощь. Огромная благодарность руководству области, прежде всего в лице губернатора Александра Васильевича, в том, что была изыскана возможность именно в бюджете области найти те средства, которые позволят нам сегодня это современное лечебное учреждение. Сегодня Супоневская амбулатория обслуживает около 12 тысяч жителей. Это население Супонева, Антоновки, Курнявцево. К новому отделению прикрепят и часть советского района Брянска, чтобы снять чрезмерную нагрузку с 4-й горполиклиники. Самое главное – обеспечить время пребывания пациента в поликлинике, в регистратуре у врача. Это оборудование, место для врачей с самым современным оборудованием. Ну и, естественно, те кадры, которые будут здесь работать. Программа, которая обозначена губернатором в рамках решения кадровой проблемы на территории Брянской области, она позволит нам и дополнительно сюда привлечь высококвалифицированных врачей. В новое трехэтажное здание и врачи и пациенты войдут уже в этом году. Стройка началась в ноябре 2018-го. Сейчас на дворе начало лета, а работы уже близятся к финалу. Рабочие завершают штукатурку стен, устанавливают сантехнику. Преобразится и двор поликлиники. Сейчас он завален строительным мусором. Под ногами пыль и глина работает спецтехника. Совсем скоро здесь оборудуют стоянку для транспорта посетителей. Разобьют зону отдыха. Со стороны детского отделения установят детскую площадку. С тыльной стороны будет та же стоянка, только для спецтранспорта и машин сотрудников. На страже правопорядка, законности и конституционного строя. В региональном управлении Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности за последние полгода и наградили отличившихся сотрудников. На церемонии присутствовал заместитель губернатора Сергей Сергеев. Перед итоговым собранием осмотр вооружения и техники подразделения Росгвардии в Брянской области. В центре внимания специальный автомобиль, укомплектованный саперной системой «Аракс». Он применяется при поиске и разминировании взрывоопасных предметов. Три года назад по указу президента Владимира Путина внутренние войска МВД России преобразовали в войска Национальной гвардии, куда в частности включены подразделения ОМОН, СОБР и другие. В феврале на должность начальника Брянского управления Росгвардии назначили Олега Набоку. Пользуясь случаем, хочу поздравить Олега Павловича с назначением на должность уже в статусе руководителя управления Росгвардии по Брянской области. Пожелать укрепления статуса управления, конструктивного сотрудничества с законодательными и исполнительными органами власти. По итогам первого полугодия 2019 года более тысячи сотрудников регионального управления Росгвардии обеспечивали общественный порядок на всех массовых мероприятиях. Преступление и происшествия не допущено. Подразделения специального назначения Управления Росгвардии по Брянской области выполнили более 300 задач, связанных с охраной общественной порядки и по пресечению противоправных действий различных, скажем так, несознательных элементов. При этом было задержано свыше 30 граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Оберегают Росгвардейцы и рубежи региона во взаимодействии с пограничниками. А 10 сотрудников СОБР из Брянской области несут службу на Северном Кавказе. Говоря о результатах, о подведении итогов, о пожеланиях, немножко выходя за рамки протокола, хотелось бы пожелать, чтобы несмотря на вот эту вот загруженность, на серьезность работы, у вас всегда оставалось время для общения с вашими родными и близкими. От итогов к поощрению отличившихся. В числе награжденных командир роты отдела вневедомственной охраны Алексей Никулин. На наши обязанности стала входить охрана общественного порядка, охрана объектов по договорам. Также осуществляем помощь УМВД России по городу Брянску. В ночное время отдел вневедомственной охраны – это одно из мобильных подразделений, которые в первую очередь приходят на помощь гражданам в случае заявлений, жалоб каких-либо. Не обошли вниманием и детей сотрудников. Даша Сычикова – победитель третьего всероссийского конкурса рисунков. Моя Росгвардия – наследники Великой Победы. Еще один детский сад принимает малышей. Новое дошкольное учреждение открылось в поселке Лапандино Комарического района. Современный детсад оснащен всем необходимым. Он рассчитан на 75 мест. Это 4 группы. На торжественном открытии детского сада весь поселок. Новое дошкольное учреждение для Лапандино – объект долгожданный. О нем мечтали здесь не одно десятилетие. И вот хрустальный ключ в руках заведующей учреждения. Просторные игровые и спальни, музыкальные и спортивные залы, оснащенные всем необходимым пищеблок и, конечно, везде. Новая мебель, яркие игрушки и современная техника. Долгожданному новоселью особенно рады родителям малышей. Ведь прежнее здание, построенное более полувека назад, было не способно принять всех детей поселка. Ждали очень долго, необходимо было очень, потому что деток у нас в поселке много. Мест не хватало всем, поэтому мы очень счастливы. Великолепное современное здание, очень благодарны за это здание. Но я думаю, с постройкой этого здания многие проблемы в нашем поселке будут решены. В том числе открытие нового детсада позволило решить вопрос многих родителей, воспитывающих малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В построенном учреждении предусмотрена ясельная группа на 15 мест. Лопанинский детский сад рассчитан на 75 детей. На сегодняшний день он укомплектован 61 ребенком. В детском саду 4 группы. Две группы для детей до трех лет и две группы для детей старшего дошкольного возраста. Открытие детского сада в Лопандино состоялось в рамках реализации госпрограммы развития образования. На строительство объекта было направлено более 76 миллионов рублей. Сегодня мы говорим о том, что мы живем по национальным проектам. И сегодня воплощение национальных проектов мы видим действительную жизнь. Потому что вот то вложение, о чем говорит наш президент, вложение в человека, они явно сегодня мы увидели на территории Брянской области, на территории поселка Лопандино. И вот те инвестиции, которые вкладываются в детей, это правильные инвестиции. Это инвестиции в наше будущее. Мы должны в первую очередь, власть и все мы должны уделять внимание подрастающему поколению. Потому что наши дети, внуки, они придут на смену нам. И какую основу мы сегодня закладываем, наверное, это перспектива будущей России. Создание новых дошкольных мест – одна из приоритетных задач правительства региона. Впереди только в этом году строительство восьми детских садов и семи пристроек. А это 1640 мест для брянских малышей. Причем половина из них для детей ясельного возраста. Двойной праздник в Камарическом районе. Еще один объект приняли в подарок местные жители. Речь о физкультурно-оздоровительном комплексе. Заниматься здесь, в секциях, теперь будут более 200 спортсменов. Стандартная церемония перерезания красной ленты. Под крики «Браво!», аплодисменты и звон медалей. Оставить дома свои главные трофеи сегодня просто не могли. Все, кого здесь называют гордостью и звездами спорта Камарического района. В их числе победитель Кубка Содружества и серебряный призер ЦФО по тайскому боксу Даниил Барауля. И призер первенства ЦФО по легкой атлетике Маргарита Олешко. Ребята признаются, строительство спорткомплекса было мечтой. Его ждали очень давно. И, конечно же, он нужен, чтобы совершенствовать свои умения в различных видах спорта. Конечно же, здорово. Это все хорошо. Пусть лучше дети будут заниматься спортом, чем сейчас все эти гаджеты. Волейбол, баскетбол, футбол, легкая и тяжелая атлетика, настольный теннис, шахматы и тайский бокс – это далеко не весь список секций, которые смогут посещать как юные спортсмены, так и взрослое население. Мне очень понравился комплекс. Здесь очень классно и круто. Заниматься спортом в новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут более 200 человек. Большая часть из них – это воспитанники Камарической спортшколы «Юность». Около 20 лет спортсмены ютились в приспособленном помещении бывшего кинотеатра. Условия были не очень комфортные. Это бывший кинотеатр не располагал возможностями для активных занятий спортом. Наше здание строилось долго, долго. Строительство началось в 2008 году, в конце года. Но благодаря усилиям Александра Васильевича Богомаза, правительства Брянской области, здание в последний год было достроено. Причем условия здесь хорошие. Тренажерные и спортивные залы, футбольное поле и зал для занятий настольным теннисом. Спорткомплекс отвечает всем современным требованиям. На его строительство направлено более 70 миллионов рублей. «Те процессы, которые проходят сегодня в Брянской области, они просто беспрецедентны. Я приведу пример этого. В 2018 году в Брянской области были сданы ледовый дворец Климова, ледовый дворец поселки Суземка, бассейны в Володарском районе города Брянска, в городе Клинцы. Физкультурно-оздоровительные комплексы, сураже, почепи. И вот сегодня открыл свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс поселки Камарича. Это очень здорово, что десятки, сотни, тысячи людей Камаричского района будут здесь заниматься спортом и проводить различные мероприятия». «Вот этот долгострой, он стоял 10 лет. И когда мы с Александром Васильевичем пришли руководить областью, первых два года было непросто. Мы посмотрели, что действительно вот эти объекты, которые 10 лет тому назад закладывались, их надо приводить в порядок. По области движение пошло, и в том числе дошла очередь и до Камарича. «Я вот смотрю на вас, во многих районах бывают, но в Камаричах самая крепкая, самая красивая и самая достойная молодежь. Это ваши крепкие. А вы – наше будущее. Вы те, кто придете на смену нам. Поэтому должны заниматься спортом, хорошо учиться». Большая работа по возведению спортообъектов будет продолжена, уверяют власти. На очереди Жуков, Косевск, Дядьково, а также Бежицкий и Фокинский районы Брянска. На эти цели будет направлено 767 миллионов рублей. Кроме того, при поддержке председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева из федерального бюджета выделены средства по программе развития спорта, а это почти 2,5 миллиарда рублей, на строительство в Брянске уникального дворца единоборств. Из убыточного в предприятие роста наши журналисты продолжают следить за судьбой Брянского фанерного комбината. Благодаря вмешательству губернатора производство не просто осталось на плаву, а наоборот – расширяется и ищет рабочих. На комбинате Роман – один из первопроходцев. Еще помнит, как в 2011-м вместе с финнами настраивал импортное оборудование. Тогда жителю небольшого поселка Трубчевского района казалось – вот оно счастье, появилась работа и уверенность в завтрашнем дне. У меня три сына, жена, супруга здесь тоже работает на предприятии, естественно. А где же еще? Оно у нас одно на поселке, городообразующее. Роман и не догадывался, а через несколько лет уже бывшее руководство натравит на работников агрессивно настроенных дагестанцев. Или как на этих кадрах 2017-го года. Машине предприятия просто мешают выехать с территории. Сотрудникам ЧОПа приходится применять силу к людям бывшего собственника фабрики. Он, кстати, сейчас отбывает наказание в колонии. Люди хотели просто обанкротить предприятие. Ничего никуда не вкладывалось, ничего не ремонтировалось. В результате умышленных противоправных действий бывших собственников и руководства предприятия оно было доведено до банкротства и полной остановки производства в марте 2017-го года. 29 августа 2018-го года вступившим в законную силу приговором суда бывший руководитель Корячка был признан виновным в доведении ООО «Брянский фанерный комбинат» до банкротства и причинении имущественного вреда на общую сумму 800 миллионов рублей. Было, конечно, плохо. В марте, нет, в конце, наверное, где-то апреля нас остановили. Мы банкротами. У нас, ну, сократили, скажем так, было массовое сокращение. В 2017-м году, да? В 2017-м году. Получается, кто на биржу, кто куда. У кого-то есть возможность, куда-то кто-то как-то. Но у нас нет рабочих мест на поселке больше. Кроме этого завода нам в детстве просто некуда было. Весной 2017-го года в поселке Белая Березка 419 человек остались без работы. Долг по зарплате более 11 миллионов рублей. И неизвестно, работал бы сегодня комбинат, если бы в ситуацию не вмешался лично губернатор. 21 марта 2017-го года было возведено конкурсное производство. Назначен был конкурсный управляющий климентов Иван Сергеевич. И совместно с правительством Брянской области была поставлена задача возобновить производство, запустить его. Глава региона и председатель облдумы провели ряд совещаний по проблемам фабрики. Вопросов было немало, начиная от электроснабжения, заканчивая налоговой службой и судебными приставами. Лично губернатор писал начальнику областного управления ФСБ, прокурору области, начальнику Следственного комитета и УМВД. Сохранить фабрику получилось. Уже в августе 2017-го года конвейер снова запустили. На данный момент у нас 400 человек работает. Мы увеличили в полтора раза объем производства, в шесть с половиной раз мы увеличили ассортимент. Раньше предприятие производило где-то полторы тысячи кубов. Сейчас мы где-то делаем это 2600-2800. Это в течение месяца. Сегодня фабрика работой обеспечена. Отгружают товар как по России, так и за рубеж. И вот очередной заказ на 600 кубов. Его выполнят в течение недели. А весну 2017-го года работники вспоминают уже как страшный сон. В тот момент, когда произошло все это банкротство, естественно, было что, куда, зачем, почему. Конец света. Как 90-е почти. И в Москву уезжать, а детей с кем оставлять. Сейчас все стабильно. Зарплата повысилась, естественно, потому что стало больше продукции выпускаться. Естественно, больше сдержки, больше зарплата. Больше работаем, больше зарплата. Выплатили нам долги по зарплате. Теперь у нас еще стабильно выплачивается каждый месяц стабильная заработная плата. Мы работаем и знаем, что мы получим свою зарплату. В определенное время, в определенный день все будет хорошо. Сегодня на фабрике восстанавливают старое оборудование, закупают новые станки. На месте разрушенных предыдущим собственником цехов появятся новые производственные линии. К тому же предприятие готово трудоустроить еще 30 сотрудников и даже обеспечить их доставку до рабочего места. История уникальной работы народных мастеров, достижения предприятий, унические и суражские районы продолжили фестиваль Дни городов и районов Брянской области. На сцене народные коллективы. Славянскую площадь украшают праздничные подворья. В эти выходные гостей встречают унические и суражские районы. Фестиваль Дни городов и районов стартовал в начале мая. Приурочен к празднованию 75-летия со дня образования области. Мы считали и всегда будем считать, что самое главное богатство нашей области – это люди, которые в ней живут. Поэтому мы искренне рады видеть сегодня представителей суражского и унического районов. Брянская область – это красивейший уголок России. И мы все гордимся тем, что живем здесь. История и современность подворья унического района полны работами народных мастеров, продукцией предприятий и даже историческими находками. Поисковый отряд «Память» открывает выставку. На одном столе ордена оружия советских солдат – медальоны. Было много найденных солдат, рядовых и офицеров. И вот буквально в 2018 году был поднят боец, санинструктор. При нем был найден нагрудный знак «Будь готов к обороне и санитарной службе». Народные умельцы привлекают гостей уникальными работами. Все выполнены в народных традициях. Лен, береста, дерево – только натуральные материалы. Мастерство хранится и передается через поколения. В таких костюмах ходили мои землячки. Они обязательно носили бусы, несколько рядов. Их называли раньше «занинсками», но, наверное, от слова «нанизывать». Бусы обязательно, ситцевая блузочка на выпуск. Обязательно была русская коса. Девушки носили фарточек. Ну и в руках у нее трава. Это куколка-травница. В сельском хозяйстве района преобладает растеневодство. Все больше производится зерна и картофеля. Увеличиваются пассивные площади. Пшеница, овес, горчица, рапс, картофель. Фермерские хозяйства показали все многообразие культур. В Унече сегодня второе картофельное поле. Сегодня Унечский район производит около 130 тысяч тонн картофеля. Сегодня высокие урожайности зерновых. Здесь же подворье Суражского района. Работы мастера резьбы по дереву Андрея Симакова. Роскошные кресла, иконостас, резные столики. Рядом продукция предприятий района. Одно из таких важных перспективных направлений – это развитие градообразующего предприятия, которое входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Брянской области. На это предприятие фабрика «Пролетарий» трудится 920 работающих. Это наш флагман развития промышленности. В следующие выходные горожан вновь ожидает праздник на Славянской площади. Достижения представят другие районы области. Победители фестиваля станут участниками галоконцерта. Он состоится 5 июля, в день образования Брянской области. Очередными участниками уникального марафона стали Трубчевский и Погарский районы. У Погарского района богатая история и героическое прошлое. И вместе с этим – одни из лучших производственных предприятий Брянщины. Есть возможность представить свою продукцию и показать, что Погарский район живет, развивается. У нас работает предприятие – это Погарская сигаретная фабрика, которой в 2015 году было ровно 100 лет. У нас работает консервный завод, овощесушильный завод. У нас работает Погарская картофельная фабрика. У нас сейчас, с 2016 года, была построена и введена обувная и швейная фабрика. В Погаре работает уникальный консервный завод, который существует уже более 65 лет. Практически вся продукция производится из собственного сырья, благодаря чему завод держит относительно низкие цены. Гостовская продукция более ценна и более конкурентоспособна, потому что не только оптовики берут, но и берут, почему гостовскую продукцию, берут различные воинские части, тендеры, выигры. Такие предприятия делают Брянщину конкурентоспособной областью и вносят существенный вклад в развитие экономики региона. Видно невооруженным взглядом, как сегодня у нас идет движение в экономике, в развитии сельского хозяйства, промышленности, дорожной области. Это все за себя говорит не только цифры, но и реальные результаты, которые жители оценивают визуально. Устойчивый рост экономики Брянской области позволил изменить уклад жизни и облик всех муниципальных образований региона. Трубчевск – город с многовековой историей. Он славится своими культурными и историческими традициями. Город Трубчевск изначально считался и считается местом рождения межрегионального праздника на земле Баяна, где мы имеем возможность рассказать не только о наших социально-экономических успехах, но и о тех достижениях и традициях в области поэзии, прозы и других аспектов культуры. Очень хорошо, что у нас есть такая возможность в виде этого праздника рассказать о нашем районе, который в принципе представляет из себя, на мой взгляд, серьезную территорию перспективных возможностей. Предприятия наперебой предлагали продегустировать собственную продукцию и знакомили посетителей с последними разработками в разных областях промышленности и производства. Ветерану Великой Отечественной войны Борису Шапошникову исполнилось 95 лет. Поздравить легендарного человека, прошедшего через всю войну, приехал глава города Александр Хлеманков. Борис Шапошников родился в далеком 1924-м в селе Никольском Астраханской области. В июле 42-го ушел на фронт. Через два года прошел обучение на курсах младших лейтенантов. Командовал стрелковым взводом и взводом разведки. От Сталинграда дошел до Восточной Пруссии. Трижды был ранен. Борис Васильевич, можно вам вручить памятный адрес в честь вашего юбилея. И вот такой скромный подарок от города Брянска. Часы с логотипом города Брянска. И надеюсь, что они вам верой и правдой послужат еще много-много времени. За боевые заслуги награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды. Медалями за победу над Германией, за взятие Кёнигсберга, за боевые заслуги. Мы сюда ехали, когда в гости к Борису Васильевичу. Я почему-то подумал, вот Борис Васильевич, ну, юность там, молодость отдал, защищая нашу Родину. 20 лет живет в городе Брянске. А почему непочетный гражданин города? Надо ходатайствовать, давайте подумать. Вот вам поручение выйти на городской совет с ходатайством. Хорошо. Я думаю, что абсолютно уверен, что депутаты с удовольствием поддержат это ходатайство и присвоят звание почетного гражданина. В завершении встречи Борис Шапошников поблагодарил гостей за поздравление и пообещал и дальше заниматься патриотическим воспитанием молодежи города. Я выступаю на этом, на закладке капсулы, на этой кургане бессмерт. Я им говорил, завещаю вам мир. Правильно. И вот 14 числа прислали мне газету учительскую, она так вверху написана, завещаю мир. Ну и напоминаю, что мир так не дается. Мир надо оберегать, бороться. Православные христиане отметили День Святого Духа. Этот праздник всегда приходится на понедельник, 51-й день после Светлой Пасхи. Особенно торжественное архиерейское богослужение совершилось в Стеклянной Радице. Успехов, счастья с Богом. Потому что счастье без Бога построить невозможно. Мы уже пытались так делать, но у нас ничего не получилось. С праздником всех вас, дорогие мои. Прибытие в Ладыке всегда желанное и торжественное событие в жизни каждого прихода. На литургии, несмотря на утро буднего дня, многолюдно. Очень торжественная басслужба. Так интересно, так душевно, волнительно, тревожно даже. Вот с таким, не знаю, с трепетом продвели службу. Убранство храма простое и аккуратное. Настоятели и прихожане заботятся о церкви. И верующих лишь немного печалит то, что здание это приспособленное под храм. Построено оно довольно давно и до Октябрьского переворота. И во времена становления советской власти это был дом зажиточных людей. Во времена коллективизации в 1927 году это здание было экспроприировано и передано государству. Всю эпоху последующего социализма здесь располагался магазин, располагался промышленных товаров. Крестным ходом духовенство и прихожане отправились к месту, где планируется построить новый храм. И место это выбрано неспроста. Поодаль, на месте нынешней вышки связи, еще 70 лет назад стояла церковь. Был храм. Насколько я по истории знаю, падал самолет, сбили купол, но после войны его восстановить не за что было, его просто разобрали. А здесь церковь была, большая церковь была. Здесь уже установлен крест, заложен и освящен камень. Оформлены документы на землю. Церковь будет деревянной. Конечно, храм у нас в приспособленном помещении. Нам бы хотелось новую церковь. Тогда бы наша не деревня называлась, а село. Нужна церковь. И спасибо за это, хоть тут сюда ходим. А так же, куда больше ходить? Только в церковь нам. Духовенство и миряне, прославляя Святого Духа, молили Господа о помощи в постройке нового храма. Святым Духом наполняется жизнь человека. И духовно, и душевно, и телесно, постоянно. Когда мы просим Господа, Господь посылает нам, и благодать Святого Духа посещает нас. В храме по окончании крестного хода архипастырь, сослужащий ему духовенство, и миряне вновь прославляли Господа. Это были главные события уходящей недели. Ближайшие семь дней будут, я уверен, не менее насыщенными. Мы отметим День молодежи и один из главных праздников нашего региона. День партизан и подпольщиков. Как Брянщина отметит этот день, мы расскажем ровно через неделю на Брянской губернии. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова